Это всё, что осталось от Харахото, когда-то цветущей столицы Тангутской империи. В начале XIII века её захватил Чингисхан, а потомки великого завоевателя разрушили город до основания. Пало столица, погиб народ, исчезло государство. Остались лишь глухие упоминания в китайских хрониках да монгольская легенда от 24 арбах золота, зарытых в Харахото его последним правителем. Кто только не пытался найти мёртвый город. Англичане, немцы, шведы, французы, археологи, путешественники, грабители всех мастей. Безрезультатно. Пустыня Гоби надёжно хранила свои секреты. Искали Харахото и русские путешественники. 1901 год. По Петербургу разносятся слухи о гибели экспедиции Петра Кузьмича Козлова. Почти два года от путешественников нет никаких вестей. В русском географическом обществе встревожены. Центральная Азия – крайне опасный район. Экспедиция вышла из станицы Алтайская. Впереди две пустыни – Гоби и Аллашань. Потом – восточный Тибет. Случиться могло что угодно. От снежной лавины и камнепада до нападения местных бандитов. Мелкие стычки – явление обычное. Но иногда дело доходит и до настоящих сражений. Когда против 10-15 путешественников выступает целое войско. На помощь надежды нет. Россия за тысячи километров. Выскакивают две сотни бандитов, все вооруженные, и с копьями, и с стрелами, и даже с огнестрельными летят на них. И сразу, наверное, такие макарайки, как быки при нападении волков. Вставали, и вот со щетинившись, стояли вот так вот. И это настолько психологические действия на этих разбойников, которые не попадались регулярно. В одном из таких сражений 20-летний Петр Козлов принимает боевое крещение. Вместе с пятью казаками он обращает в бегство банду из двух сотен тибетцев-нголоков. За этот бой Козлов получил свою первую награду – Георгиевский крест. С тех пор прошло 17 лет. У него за плечами уже несколько экспедиций и огромный опыт исследователя Центральной Азии. Это вселяет надежду на благополучное возвращение. Но могло случиться и непредвиденное. К тому моменту русское географическое общество понесло две тяжелых утраты. В 1888 году в предгорьях Тяньшаня от неизвестной болезни гибнет Николай Пржевальский. А вскоре его ученика Всеволода Роборовского на Тибетском Нагорье неожиданно разбивает паралич. Счастье, что рядом Петр Козлов. Он принимает на себя руководство и возвращает экспедицию в Петербург. И вот теперь пропадает без вести и сам Козлов. Последний из блистательной плеяды русских исследователей Центральной Азии. С ним может исчезнуть традиция, так называемая школа Пржевальского. В худшее верить не хотелось. Тем более, что коллеги знали Козлова как человека на редкость удачливого. Он и сам считал, что ему везло. Но самой главной удачей для него всегда оставалась встреча с Николаем Пржевальским. Пржевальский был его великим учителем и вторым отцом, как он называл себя. И он воспитал его, сделал из него путешественника, профессионального путешественника. Их знакомство сродни чуду. Хотя оба родом из Смоленской губернии, но Пржевальский – один из самых известных людей России. А юный Петр Козлов, сын мелкого торговца с котом, гоняет с отцом стада на Украину. Да, он очень способный, рвется к знаниям, много читает. Однако ему уже 17, а его образование – всего 4 класса начальной школы. Для отца дальнейшее обучение – роскошь. Чтобы заработать на учебу, Петр устраивается к конторщикам на пивоваренный завод. А вскоре неподалеку, в поселке Слобода, покупает имение Николай Пржевальский. В это время фотографии знаменитого исследователя Азии не сходят со страниц газет и журналов. Петр Козлов уже давно прочел все его книги. Он, как и все мальчишки страны, грезит дальними странами. 19 век – время великих географических открытий. Все восхищаются отважными путешественниками, особенно Пржевальским. Даже наследник престола, цесаревич Николай, хочет видеть его своим наставником. Случайная встреча вечером на крыльце конторы. Деревенский мальчишка с завистью говорит своему кумиру «У вас на Тибете звезды должны быть ярче наших. Как жаль, что я не смогу полюбоваться ими с далеких хребтов». С этой минуты жизнь Петра Козлова изменится навсегда. Пржевальский берет Козлова под опеку. Готовит к поступлению в училище, обучает профессии препаратора. Ученик не подвел учителя. За два года он совершит почти невозможное. Закончит экстерном реальное училище. Пройдет обучение на военных курсах. Запишется вольно-наемным в пехотный полк. Это необходимо. Ведь в своей экспедиции Пржевальский брал исключительно военных. Военные в то время были, с одной стороны, очень образованные люди. Было ведь тогда лучшее образование было военное. Они изучали топографию, они изучали геодезию. Они знали, понимали, как проложить маршрут, как определить свое местонахождение, как нарисовать карту. А с другой стороны, физически и морально очень подготовленные с одной стороны, к боевым действиям. И готовили к тому, чтобы воевать. В 19 веке для экспедиции в Центральную Азию это чрезвычайно важно. Они могли противостоять этому бандитскому, по сути дела, региону, где постоянно шли войны межплеменные, межгосударственные. Эти офицеры, которые способны были выдержать плюс 60 тени и минус 40, так сказать, зимой. 1883 год. Козлова 20. Он зачислен в экспедицию Пржевальского и отправляется в свое первое путешествие. Цель экспедиции – Тибет и его столица Лхаса. Европейцам туда въезд категорически запрещен. Попытка обойти запрет карается смертной казнью. Не все места можно посещать европейцев. Были закрытые просто. Закрытые монастыри, закрытые города целые. Пржевальский нанес на карту огромные территории Центральной Азии. И уже в третий раз пытался дойти до Лхасы. Однако этот город так и остался для него несбывшейся мечтой. За его упорным стремлением в закрытую столицу Тибета стояли не только амбиции первооткрывателя. Научные экспедиции конца 19-го, начала 20-го века проходят на фоне необъявленной войны между Россией и Британией в Центральной Азии. «Большая игра», так назовут ее историки. Цели у России и Англии принципиально разные. Британия – крупнейшая колониальная держава, и азиатские колонии для нее основной источник дохода. Чтобы не потерять его, она ведет постоянные войны и сталкивает между собой народы региона. России не нужны чужие богатства. Для нее важен мир на границах, а значит, дружественные и предсказуемые соседи. Важную роль в этом играют российские экспедиции. Помимо географических описаний, сбора коллекций исторических, зоологических, ботанических и прочих, это были очень серьезные миссии, по сути дела. После этих экспедиций оставалась цепочка регионов, цепочка населенных пунктов, действительно лояльных к России. Скрытая борьба идет и за Тибет. Его столица Алхаса – духовный центр буддизма. Кто первым войдет туда и договорится с Далай-ламой, для того будет открыт весь буддийский мир. Именно поэтому Пржевальский завещал своим ученикам дойти до Алхасы, установить дипломатические отношения с Далай-ламой и завершить исследование Тибета. Центральный Тибет, Южный Тибет, то есть Западный Тибет – те части Тибета, которые русские не смогли исследовать при жизни Пржевальского. В Петербурге уверены, Козлов попытается осуществить мечту своего учителя – дойти до Алхасы. На пути к ней наиболее опасен Восточный Тибет. Всего за год до отправки русской экспедиции там убит американец Петрус Рейнхард, а до него французский географ Дютраэль Деррен. Большую тревогу коллег вызывал еще один участок маршрута экспедиции Козлова. Низовье реки Эдзингол. Предположительно, здесь и находится засыпанный песками мертвый город Харахото. Козлов давно слышал о том, что есть такое таинственное, тайное место, которое называли Черным городом, потому что по-китайски Хэй Шуи Чэн – это город на Черной реке, и Харахото – это монгольское наименование этого же города. И Козлов, будучи романтиком, мечтал туда попасть. Этот город называли Азиатской Троей. Еще со времен Марка Пола в Европе слышали легенду о его несметных сокровищах. 1225 год. Чингисхану, 70. Огромные территории лежат у его ног. Завоевана Южная Сибирь. Сожжен Пекин. Разбит Ургенч. Подчинены Восточный Туркестан, Семеречье и Иран. В огне Кавказ. Разбиты русско-половецкие войска на Калке. Черный день настает и для Тангутской империи Западная Ся. За отказ платить дань Чингисхана брушит на непокорных тангутов всю мощь своего огромного войска. Разгромив провинции, он подступает к Харахото. Поняв, что надежды на спасение нет, тангутский правитель убивает жену, детей, прячет все сокровища страны в глубокий колодец. Монголы ворвутся в Харахото и убьют всех, не пощадив ни стариков, ни детей. Но захватив город, ни Чингисхан, ни его потомки не найдут тангутского золота. Найти легендарный город Козлов мечтает давно. Изучает научную литературу, собирает легенды. Но сейчас главная цель экспедиции Лхасса. На поиски мертвого города отправлены помощники Козлова, а он сам с основной группой идет в Тибет. Чуть позже помощники вернутся. Без результатов. Для тангутов, вот для местных обитателей, Харахото, вот эти развалины, это было место обитания духов предков. Поэтому они не хотели допускать чужеземцев на эту территорию и не давали достоверных сведений тем путешественникам, которые их расспрашивали об этом. Дорога в Лхассу идет через область Кам, совершенно неизвестную европейцам юго-восточную часть Тибета. С этого момента в Петербурге теряют связь с путешественниками. А вскоре в газетах появляются сообщения о гибели экспедиции Козлова. Можете себе представить вообще, каков интерес был в Петербурге к этим путешествиям, если в газетах публиковались вот такие вот совершенно иногда, неточные вести, которые поступали из экспедиции. Но путешественникам действительно грозит серьезная опасность. Экспедиция вступает на земли лингузцев. Грабеж купцов и паломников, идущих в Лхассу, здесь обычный промысел. Нападают даже на большие, хорошо охраняемые торговые караваны. А тут всего 15 человек. На перевале Бимула их поджидает отряд. 300 вооруженных бандитов. Единственная возможность сохранить людей и обозы – это задержать грабителей и дать каравану уйти за перевал. Козлов и двое его помощников вступают в бой. Их трое против трехсот. Но они держат оборону в течение часа. Казаки из конвоя придут на помощь, как только караван окажется в безопасности. Представьте себе мужество этих людей. Есть выдуманная история, а есть реальная история. Реальная жизнь. Жизнь, которую прожили там известные люди. Поэтому, какой там Индиана Джонс? Действительно школьник. Курьезно, но тибетцы верили в чары русских, способные отвлекать от себя пули. Потому что они стреляли в нас из засада, чуть не в упор, но все равно давали промахи. Напишет Козлов в своем дневнике. Слава о бесстрашных русских и их отличных ружьях прокатилась по всему Тибету. Нападения прекратились. На пути в Лхасу экспедиция проходит через горные районы, где истоки великих рек Азии – Хуанхэ, Янцзы и Меконга. Местности эти были плохо известны. Многие из них представляли просто белые пятна. Поэтому вот эта топографическая съемка представляла большую ценность. Кроме этого, различные астрономические наблюдения, параметрические – это измерение высот различных пунктов. Особый интерес представляют и традиции местных племен. Они никем не изучены. Отличаются от остальных тибетцев. Некоторые из них вообще не признают над собой никакой власти. Впереди город Чамдо. Там разрешение на посещение южных областей Тибета и его столицы могут выдать китайские власти. Но экспедицию останавливает отряд тибетской стражи и требует повернуть назад. На этот раз в Лхасу Козлов не попадет. Но в Тибете задержится надолго. Снегом занесены высокогорные перевалы. Путь через них откроется лишь через полгода. В ущелье притока Меконга Рай-Чу экспедиция остается на зимовку. Тибетская зима – это 50 градусов мороза и шквальный ветер. Но за это время можно провести географические исследования региона, собрать сведения о Восточном Тибете, о буддийских монастырях и правителях горной страны. Только через год, в декабре 1901-го, в Петербург из Монголии приходит телеграмма. Экспедиция Козлова возвращается домой. Его встречают как героя. За два с половиной года экспедиции на карту нанесено около 200 тысяч квадратных километров неизвестных земель. Доклад в русском географическом обществе о Каме называют настоящей сенсацией. Козлов награжден высшей наградой общества – золотой константиновской медалью. Несмотря на очевидный успех, Козлов недоволен собой. Главная цель не достигнута. И он готовит новое путешествие. Все туда же – в Тибет и Лхасу. Но нужно обработать уже собранные материалы. Закончить и издать книгу. Петр Кузьмич собирается с семьей в деревню. У него растет сын. Только что родилась дочь. Однако одно короткое сообщение в газете заставляет его полностью поменять планы. Козлов в конце 1903 года совершенно случайно из прессы, из газет узнал о том, что англичане послали военно-дипломатическую миссию в Тибет. И его первая реакция. Значит, англичане двигают, посылают свою экспедицию, они идут в Лхасу, они будут первыми, они опередят русских. То, что происходит у местечка Гуру, становится для Козлова шоком. Настоящая бойня. Пулемет «Максим» против луков и фитильных ружей. Англичане просто расстреливают тибетское войско, преградившее им путь в Лхасу. 300 человек убито, 200 ранено. Так всего за 10 минут представители цивилизованной Британии доказали азиатам свое превосходство. Козлов прекрасно знает, что из себя представляет тибетская армия. И он, и Пржевальский уже давно могли бы с помощью оружия проложить себе путь в Лхасу. Но в отличие от англичан, русские путешественники с уважением относятся к тибетцам и их традициям. Эти события Козлов воспринимает болезненно. Он чувствует, что не имеет права оставаться в стороне. У него сразу же ожидается идея, что русские должны в ответ отправить свою военную экспедицию в Лхасу и добиться паритета с англичанами. Этот проект был, в общем-то, одобрен. Стали готовить такую экспедицию. Но с первым выстрелом русско-японской войны об этих планах пришлось забыть. В МИДе России считают, что сейчас не время обострять отношения с англичанами, союзниками японцев. А вскоре в Тибете резко меняется обстановка. Далай-лама бежит из Лхасы. Далай-лама Тхуптен Гьецо верховный правитель Тибета. Для всех буддистов он 13-е воплощение бодхисатвы сострадания. Далай-лама прекрасно осведомлен о манере англичан заставлять правителей подписывать документы под дулом пистолета и не собирается ждать подобной развязки. Он бежит в Ургу, столицу Монголии. Козлов выступает со вторым проектом. Это проект конвоя при Далай-ламе, чтобы вернуть его обратно в Лхасу. Конвой должен был состоять, это был русский конвой, нужно было состоять из русских военных и казаков. Возглавлять должен был сам Козлов. Проект одобрен всеми, включая Далай-ламу. 15 апреля 1905 года Козлов выезжает в Ургу. Он едет туда как представитель русского географического общества. О его секретной миссии знает только узкий круг доверенных лиц. Главная цель конвоя помочь Далай-ламе вернуться в Лхасу и установить на Тибете паритет с англичанами. 1 июня 1905 года Аудиенция у Далай-ламы Этот день Петр Кузьмич Козлов назовет одним из счастливейших дней, проведенных им в Центральной Азии. Далай-лама впервые принимает у себя европейца и внимательно вглядывается в его лицо. Буддийский лидер пытается понять, можно ли вручить этому человеку не только свою жизнь, но и судьбу своей страны. Козлов следит за каждым движением Далай-ламы. Перед ним великий перерожденец, воплощенный Будда. Они обмениваются приветствиями. И вдруг в нарушении этикета на всегда невозмутимом лице Далай-ламы промелькнула улыбка. Знак расположения. Похоже, правитель Тибета почувствовал, что сможет довериться русскому офицеру. Он искал покровительство России, но Россия просто была связана по рукам, по ногам и не могла оказать никакой реальной помощи. Россия проиграла войну с Японией. Япония союзница Британии. России не нужны осложнения еще и в Центральной Азии, и она отказывает Далай-ламе в военном сопровождении. Далай-лама искушенный политик. Он понимает причины отказа и расстается с Козловым теплом. вручает подарки для географического общества, говорит, что будет рад видеть русских ученых в Тибете, а его персонально приглашает посетить Лхасу. Это был важный момент как в биографии Козлова, так и вообще в истории российских экспедиций в Центральную Азию. Это был большой успех. За всю историю Тибета еще никто из европейцев не удостоился такого приглашения. Это успех не только Петра Козлова, но и моральная победа всей российской политики в Центральной Азии. Петр Кузьмич возвращается в Петербург и уже вскоре надеется воспользоваться приглашением. Но в этот момент начинает накаляться политическая атмосфера в Европе. Мир уже в преддверии Первой мировой войны. У России и Британии общий противник Германия. На время все остальные разногласия отодвинуты на второй план. В 1907 году подписана конвенция, согласно которой как английские, так и русские экспедиции в Тибет на три года запрещены. Путь в Алхасу для Козлова пока закрыт. Тогда он предлагает проект экспедиции через Монголию, в Сычуань и предгорье Тибета. Маршрут экспедиции проходит через область Амдо. Там, в монастыре Гум-Бум, второй год скрывается Далай-Лама. Он переехал туда из Урги после встречи с Козловым. У России с Далай-Ламой есть незавершенные дела, а лучшего переговорщика, чем Козлов, не найти. Перед самым отъездом Петр Кузьмич получает от своего проводника и переводчика Цокто Баднджапова неожиданное письмо. Он пишет, что в пустыне случайно наткнулся на развалины старой крепости. К письму прилагаются фотографии. Судя по всему, во время песчаной бури Караван Цокто вышел к мертвому городу Харахото. Информация сенсационная, но ни Козлов, ни его коллеги из географического общества не придают ее огласки. На это есть веские причины. Большая игра идет не только в кабинетах Генштаба и МИДа. Приоритет описания новых видов растений, животных из неизведанных мест это, конечно, достижение науки, но это авторитет из страны. Кто первый? Кто первый? Понимаете? Козлов еще не покинул Петербург, а из восточного Туркестана в Китай уже вышла британская экспедиция Ауреля Стейна. И в это же время к западному Тибету подходит шведский географ Стив Гедин. Любая информация о мертвом городе может открыть путь конкурентам. Состав экспедиции 15 человек. Маршрут Кяхта, Урга, Монгольский Алтай, далее через пустыню Гоби, к низовьям реки Эдзингол. Где-то там и находится загадочный Харахото. Но в письме Цокта Бадмжапова координат крепости нет. Козлову нужно найти ее заново. В отличие от Пжевальского, надо сказать, что он был, может быть, человеком более мягким, он очень умел ладить с местными жителями, делать им подарки, и проявлял большой интерес к этнографии. Козлов уважал местные обычаи, какими бы странными они ему не казались. Это открывало ему многие двери. Один из князей дает ему проводника. Условие одно. Никто не должен знать, что он помог чужаку. За это ему грозит суровое наказание. Они идут малым караваном. С Козловым четыре помощника. Еды, воды, в обрез. По мере приближения к цели волнение путешественников нарастает. Наконец, вдали показались стены Харахот. Вот он перед ними. Город Тайна, которую пустыня Гоби хранила несколько веков. Трудно поверить, но когда-то здесь, разделяясь на несколько рукавов, протекала река. Вокруг зеленели луга, росли сады. Сеть водных каналов орошала площадь более двухсот квадратных километров. А теперь от когда-то большого цветущего города, одного из крупнейших оазисов на шелковом пути, осталась только крепость, полузасыпанная песком. И сейчас, впервые после столетий забвения, эти древние стены могли рассказать о былом величии. Козлову необходимо определить координаты мертвого города, сфотографировать его со всех сторон. То есть застолбить открытие за русским географическим обществом, после чего можно было уходить. Но, как напишут Козлов в своем дневнике, стоило копнуть любой холмик, как под ним обнаруживались циновки, фрагменты крыш, домов. Находки впечатляют. Бумажные деньги, предметы быта, гравюры. На них лики святых, миниатюрные фигурки людей, двухголовые птицы, рыбы с человеческими головами, драконы, тончайшая работа. Но больше всего удивляют книги. Тексты на неизвестном языке. Это не китайский, не тибетский, не монгольский. Так чей же это язык? Древняя, еще неизвестная миру культура. Ночь перед отъездом Петр Кузьмич провел без сна. Хотелось скорее разгадать тайну письмен. Неужели они так и не расскажут, кто и когда тут жил? А как интересно знать все это, запишут он в своем дневнике. Все, что найдено в Хар-Охоте упаковано в ящики и с описаниями и фотографиями отправлено в Петербург. А путь Козлова лежит в монастырь Гумбум. Там Далай-Лама ждет ответа из Петербурга. Он просит предоставить ему политическое убежище в Бурятии. Но вести плохие. Россия не может принять Далай-Ламу. Это грозит осложнениями в отношениях с Англией, Японией и Китаем. Несмотря на отказ, к России и ее посланнику Далай-Лама относится с уважением и симпатией. Они общаются как два давних друга. При прощании правитель Тибета передает в Петербург приветствие и говорит «Мы еще встретимся». Дальше в планах экспедиции Сычуань, южная провинция Китая. Но перед самым выходом из монастыря Козлов получает письмо из Русского Географического Общества. Его просят немедленно изменить маршрут и вернуться в Харахото. Находки из мертвого города признаны уникальными. Речь идет об открытии мирового значения. Козлов торопится. Для раскопок ему нужны рабочие землекопы и погонщики с верблюдами. Местный князек хвалит русских, их ружья и обещает помочь. В эту ночь всем не спалось. Уже завтра они будут у стен древнего города. Вдруг выстрел крик часового. Это князек со своим отрядом вернулся за русскими ружьями в надежде, что в лагере все уже спят и никто не окажет сопротивления. Ну, повезло русской экспедиции, никто серьезно не пострадал. Русские ружья, конечно, сильно напугали нападавших. В конце мая 1909 года экспедиция приступает к раскопкам. Копают внутри крепости. День второй ничего. Копают неделю без результата. Город перекопан от стены до стены. Только раскаленный песок, мусор и глиняные черепки. Неужели здесь больше не осталось ничего ценного? Жара невыносимая, градусов 50, а то и больше. Еще немного и рабочие выйдут из-под контроля и разбегутся. Козлов и сам начинает сомневаться в успехе. Но какое-то чувство подсказывает ему, исчерпаны не все возможности. И он принимает решение выйти из крепости. Неподалеку от нее высится большой субурган надгробье над захоронением. Начинают копать и вдруг одна из лопат проваливается в пустоту. Там вход в погребальную камеру. Вот тут и произошло невероятное сенсационное открытие всего того, что теперь хранится в Эрмитаже и в Институте Восточных рукописей Академии наук в Петербурге. В Эрмитаже хранится три с половиной тысячи памятников. В самом дальнем углу Субургана хорошо сохранившийся скелет. А перед ним на каменном постаменте стоят двадцать глиняных фигур высотой в человеческий рост. Рядом с каждой книги, рукописи и бронзовые изделия. И там нашли невероятное количество памятников, живописи на холсте, на шелке, на бумаге, глиняной скульптуры, письменных памятников. Минуту назад ничего не было. И вдруг перед ними возникла неведомая цивилизация, целый народ со своей удивительной культурой. Книги, гравюры, рукописи, картины, небольшие скульптуры их доставали и доставали из-под земли. Казалось, предметом не будет конца. Коллекция из Хархота бесценна, потому что она единственная в мире. Нигде нет такого количества живописи и такого количества рукописей и текстов, как привезенные козловом из Хархота. Нет аналогии для этого. Монгольские легенды говорили о золоте, но сокровища Хархота оказались в остократ ценнее. Безводная пустыня на семь столетий стала идеальным хранилищем для буддийских икон, картин и одной из крупнейших библиотек Средневековья. Тысячи текстов на неизвестном науке тангутском языке, а также книги на китайском, монгольском и даже на персидском и арабском языках. Полностью это все рукописное наследие, и мы храним его здесь, вот именно здесь, это почти 9 тысяч единиц хранения, 95% всего того, что существует в мире на тангутском языке. Эти тексты на мертвом языке могли бы еще десятки лет скрывать свои тайны, но как будто кто-то позаботился о потомках и вложил в субурган ключ к этой книжной сокровищнице. Вот перед вами лист совершенно уникального памятника тангутско-китайского и китайско-тангутского словаря, который называется «Жемчужина в руке, соответствующая запросам времени». И в первую очередь именно благодаря этому словарю стала возможной дешифровка тангутского языка, мертвого языка, как известно, забытого. Словарь стал ключом к прочтению текстов и ко всей истории тангутского государства западного ся. Благодаря этой находке он сдал вообще возможным совершенно другое прочтение истории Центральной Азии в средневековый период, потому что, собственно говоря, была открыта цивилизация, существовавшая вот на границе с Китаем, с Тибетом, совершенно самобытная, причем тангуты действительно играли большую роль в Центральной Азии того периода. государство западное ся, или Великая Империя Белого и Высокого, как называли свою страну сами тангуты, простиралось на сотни километров в самом центре Азии. Оно граничило с Китаем, с Тибетом и Монголией. Тогда климат здесь был мягче, и на землях тангутов паслись огромные табуны лошадей, стада овец и верблюдов. В оазисах и горных долинах кроме пшеницы, ячменя и проса выращивали лекарственный ревень, корни которого в Азии и Европе ценились в прямом смысле на вес золота. Через оазисы страны по великому шелковому пути без опаски шли караваны из Китая, Ближнего Востока, Персии и Средней Азии. Благодаря активной торговле и пересечению разных культур страна быстро богатела и бурно развивалась технологически. Именно тангуты изобрели наборный шрифт, который лег в основу современного книгопечатания. В этом они на несколько столетий опередили европейцев. Хотелось бы обратить внимание на качество этой бумаги, которая пролежала в земле не одно столетие. И бумага, и тушь совершенно великолепно сохранившаяся, читаемая. Конечно, хорошо бы нынешние производители бумаги обратили на это качество внимания. Книгопечатание в государстве Западной Ася было массовым. Сутры разного рода тексты издавались тысячными тиражами. Долгое время тангуты считались лучшими воинами Центральной Азии. До тех пор, пока на северных границах их страны не начал собирать свою великую империю Чингисхан. Это были воины очень умелые, искушенные. Они очень успешно воевали и с тибетцами, и с китайцами, а затем и с монголами. Собственно говоря, монголы за это их и уничтожили. Война с тангутами последняя война Чингисхана. 20 лет назад он уже воевал с ними, но тогда так и не смог полностью подчинить их себе. И вот сейчас, собрав всю армию своей огромной империи, 70-летний полководец обрушил ее мощь на тангутов. Чингисхан полностью уничтожит государство западное ся, но и сам умрет во время этого похода. По одной из китайских легенд, он погиб от увечья, которое ему нанесла плененная тангутская принцесса. Так это или нет, неизвестно. Но именно тангутов потомки Чингисхана винили в его гибели. Существует легенда, что Чингисхан погиб именно в земле тангутов, а потомки его жестоким совершенно способом отнеслись к ним, полностью уничтожив женщин, стариков, детей, то есть весь народ полностью уничтожив, физически истребив их. Но еще одна находка из коллекции Козлова заставила иначе взглянуть на историю Харахото. Это совершенно невероятный случай, потому что Будда держит в правой руке монету, а должен по иконографии, по всем правилам, держать там колесо закона, чакру. На монете есть надпись Кен Юань Тунбао, а Кен Юань Тунбао это 1378-1387 год. Значит, Харахото существовал и после Чингисхана. Больше века здесь, теперь уже в монгольском городе, рисовали иконы и печатали сутры. Земли вокруг Харахото опустили. Река, на которой стоял город, сменила русло и город постепенно захватила пустыня. Все находки были упакованы. Коллекция из 15 пудовых ящиков отправлена в Петербург. Накануне отъезда, прощаясь с Харахото, Петр Кузьмич делает в дневнике такую запись. Мне посчастливилось вызвать тебя к новой жизни. Теперь наши имена навсегда связаны между собой. По возвращению в Петербург в 1932 году в 1910 году в новом только что построенном здании Императорского Русского Географического Общества устроена выставка. Она имеет шумный успех. Открытие Козлова является одним из самых блестящих открытий 20 века. Это была настоящая сенсация. Во-первых, по массовости материала, во-вторых, по его цельности, абсолютной уникальности. Узнав об открытии Харахото, один из английских ученых воскликнул «Русские победили нас в большой игре». Я абсолютно убежден в том, что он своим трудом, своим терпением, своей настойчивостью он заслужил такое открытие. Именно заслужил. Оно должно было прийти. Ведь это огромный объем информации, которую надо было не только собрать, не только изучить, а сопоставить. 17 лет в экспедициях в общей сложности провести, это надо быть таким увлеченным человеком. Это надо для себя составить и иметь план на 10-15 лет вперед. Харахото приносит Козлову мировую славу. Англичане, итальянцы, французы присуждают ему высшие награды своих географических обществ. Петр Кузьмич принимает поздравления, выступает с лекциями. Ему присваивают звание генерала. Но в этот момент он пишет в своем дневнике, как никогда еще в жизни мне хотелось ринуться в азиатские просторы. Запрет на Алхасу снят. Приглашение от Далай-ламы получено. Но он вновь на время откладывает экспедицию. Впервые в жизни по личным причинам. Этой женщине через много лет Козлов напишет «Моему первому большому другу, который оправдал себя даже выше моих ожиданий». Вначале он с оттенком иронии называет ее Елизаветой Владимировной. Лизе Пушкаревой 20, ему 47. Но вскоре ирония сменилась на уважение. Она закончила институт по курсу естественных наук. Знает английский и французский языки. Изучает тибетский. Несмотря на разницу в возрасте, не только ей, но и ему с ней интересно. Они поженятся, и она будет рядом с ним всегда и везде. Елизавета орнитолог, и на Тибет Козлов с женой собираются вместе. Но их первым совместным путешествием станет поездка в заповедник Аскания Нова. Единственный частный заповедник в России. Еще в молодости Петр Кузьмич отлавливал для его коллекции лошадей Пржевальского. Они здесь прижились. Впервые в мире дали потомство в неволе. Супруги Козловых потрясены собранием уникальных растений, животных и птиц. Они и представить не могут, что через несколько лет вернуться сюда при весьма трагических обстоятельствах. Первая мировая война, а затем и революция перечеркнула жизнь и планы не только Козлова, но и миллионов жителей России. Но об эмиграции речь не идет. Он остается на родине. Дело для него найдется. Иногда задают вопрос, говорят, ну как же так? Как могло получиться, что такие люди, выдающиеся, тот же Козлов, Обручев, Вернадский, кстати, Берг, академик и прочее, они перешли на сторону советской власти и стали так активно работать. Потому что для них важнее было интересы страны. В 1918 году заповедник Аскания Нова остается без надзора, владелец за границей. Всего в 35 километрах от заповедника Крым. По перекопу проходит линия фронта. С одной стороны армия красная, с другой белая. На этой войне жизнь человека ничего не стоит, что уж говорить о редких животных. Даже лошадей Пржевальского, которых Козлов с таким трудом доставлял сюда из Центральной Азии, и белые, и красные готовы пустить на Правиан. Только Козлов понимает, Аскания Нова национальное достояние, и только он может спасти заповедник от разорения. У него на руках мандат от советского правительства, однако на месте становится ясно, бумаги не спасут. Он запрашивает 20 винтовок, 20 пистолетов, 20 революций, альверов и по 100 патронов для каждой единицы оружия. Вооружает сотрудников заповедника. И как когда-то в Тибете он во главе маленькой группы держит оборону. Теперь против двух армий. Дважды Козлова собираются расстрелять. Красные за то, что он белый генерал. Белые за то, что он назначен сюда красными. Целый год заповедник на осадном положении. Целый год Петр Кузьмич не расстается с оружием и пишет во все инстанции. Обращается даже к Ленину. Просит, убеждает и добивается своего. В 1919 году заповедник Аскания Ново поставлен под государственную защиту. Вскоре становится очевидно. Советской России Тибет нужен не меньше, чем России царской. Козлов один из немногих, кто может помочь установить дружественные отношения с Тибетом. В 1922 году экспедицию в Лхасу утверждают. Наконец-то сбывается мечта. Советское правительство выделило огромные деньги, в том числе золотыми рублями, на подарки Далай-Лами, его свете и так далее. Экспедиция уже в Монголии и готовится выйти в Тибет. И тут начинаются странности. У членов его команды неожиданно отбирают иностранные паспорта. В ГПУ пришел донос на Козлова о том, что у него белогвардейские настроения. Он белогвардейец. Этому поверили, сразу поставили крест на этой экспедиции и Козлова даже вообще не хотели выпускать. Сын пастуха, ставший царским генералом. Кто он сейчас, Петр Козлов, и чего хочет на самом деле? Экспедиция надолго застревает в Урге. Далай-Лама при каждой оказии тепло вспоминает Козлова, присылает ему пропуск в Алхасу и передает, что ждет его. Козлов так стремится в заветный город, что пишет в своем дневнике «Я готов даже умереть там». Он долго будет ждать разрешение из Москвы. Но под старым предлогом «недовольство англичан» Козлову окончательно отказывают. Тибет закрыт, а сама экспедиция получает статус монгольской. Месяцы нервного ожидания дались тяжело. Но как только Петр Кузьмич начинает работу, азарт исследователя и научная интуиция возвращаются к нему. Он ведет раскопки неподалеку Турги в горах Нуин-Ула. Там обнаружено двести курганов, а в них могильники с захоронениями гуннской знати конца первого века до нашей эры. Снова находка мирового значения. Найдены изделия из бронзы, шелковые ткани, вышивки, керамика, женские косы в футлярах, украшенных камнями, большой шерстяной ковер с изображениями животных и китайским письмом. И еще удача. Гробницы потомков Чингисхана. Возможно, здесь лежат и те, кто разрушил Хара-Хото. Я завидую тому поколению, у которого было гораздо больше простор для мечтаний. Вы знаете, когда есть мечта какая-то, когда она одна, это уже неплохо. Когда их много, у Козлова их было огромное количество. И он пытался вкладывать каждую свою экспедицию, реализацию каких-то больших серьезных планов. Поэтому я ему очень завидую. Очень завидую и хотел бы, чтобы у нас, у нашего времени была такая же неуемная энергия в познании мира, познании непознанного, неизведанного. Монгольская экспедиция станет для Петра Кузьмича последней. Его новые проекты не получат одобрения, но он спокоен. Он сделал все, что мог. Именно он заполнил последние белые пятна на карте Азии и завершил эпоху великих географических открытий. А его ученики будут разгадывать уже другие тайны и загадки мира. Более пожилые коллеги, которых я застал в институте географии, с которыми работал. Они почти все без исключения присутствовали на лекциях Козлова и оставили воспоминания. И рассказывали мне, как они беседовали с Козлова, как он зажег их и сделал из них по сути дела географов. Для него эти встречи тоже важны. Он хочет взглянуть в лицо новой России. Перед ним сотни молодых глаз. Они горят жаждой знаний, так же, как горели 50 лет назад у деревенского мальчишки Петра Козлова. И поэтому он уверен, у этой России есть будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok